Всем привет, друзья! Карим Бензима взял золотой мяч, Алисон выдал очередную голевую передачу на Салаха, а Дрейк потратил более 600 тысяч долларов, выбрав не ту команду Вель Классика. Несомненно, все это очень важные новости, но сегодня мы поговорим о другом. Вы смотрите 166-й выпуск раздевалки, меня зовут Андрей Шаламанов. Начинаем! Для начала поговорим о свежем золоте. Только Петербург! Только нас летит! Затем запустим шикарную историческую рубрику. А в конце проводим легенду. Ну вот и настала пора поздравить всех болельщиков синий, бело-голубых с чемпионством. Нет, мы не торопим события и даже не сошли с ума. Мужчины проводят очень насыщенный октябрь и уверенно лидируют в турнирной таблице. У них еще все впереди. А вот женский «Зенит» впервые в своей истории взял чемпионский титул. Девушки взяли золото на третий год существования клуба. Примерно в таком графике двигались другие лидеры Суперлиги – ЦСКА и Локомотив. Теперь и петербургская команда плотно прописалась в почетном списке топов. Ранее у банды Ольги Порядиной уже были бронза 2021 и незабываемый выход в финал Кубка. Но руководство никогда не скрывало, что перед командой стоят самые высокие цели. В новом сезоне «Зенит» запрыгнул на вершину турнирной таблицы после первого тура и с того момента ни разу не опускался ниже. Предварительный этап «Синий» и «Бело-Голубые» закончили, опережая «Московский Локомотив» на три очка. Во второй части чемпионата отрыв стал куда весомее. Ситуация в таблице позволила решить все вопросы за два тура до конца. Фундаментом этой чемпионской команды, как и любой другой, стала грамотная селекция. Зимой состав серьезно укрепился. Появилось много новых лиц. Некоторые из них, например, правый защитник Александр Лазаревич или опорник Анастасия Поздеева, сходу заняли места в старте и стали лучшими футболистками Суперлиги на своих позициях. Раскрылись и, с позволения сказать, ветераны клуба. Новым капитаном после ухода Екатерины Сочневой стала опытнейшая Ксения Цибутович. Кэп добавила команде харизмы и характера. И бонусом в стиле Эсекиэля Гарая прокачала оборонительные навыки Вероники Куропаткиной. Лина Якупова, еще один лидер, провела просто роскошнейший сезон в паре нападающих. Голы, голевые и звание главной русской звезды в команде. Ее молодой человек тоже оказался под впечатлением. Сразу после домашней победы над Ростовом мужчина сделал зенитовской семерке предложение и, вероятно, стал идейным вдохновителем Владимира Сочевого. Иначе заиграли иностранки. Габриэла Дживинска, действуя ближе к атаке, начала ярче демонстрировать свои лучшие качества. Другой легионер Анна Диэш наконец-то примерила на себя роль Эрика Кантона в чемпионском Манчестере. На поле много забивает и отдает, вне поля заряжает команду и раскачивает болельщиков. У португалки даже появились персональные фанаты, готовые ездить в Петербург из других городов. И собственная кричалка. Португал! Разумеется, преступлением будет забыть о ведущей роли главного тренера. Ольге Порядиной удалось поставить зениту интересный и результативный футбол с контролем и прессингом. Более того, она отлично поддерживает в коллективе нужную атмосферу. Обязательно смотрите наши видеоблоги о женской команде. Там много интересного. И уж точно без чуткого руководства Ольги Сергеевны не вышло бы одержать столь выдающиеся, а то и вовсе легендарные победы. Конечно же мы говорим о супер принципиальных матчах с ЦСКА и Локомотивом. У женского зенита с москвичами вообще все было очень сложно. Ни тех, ни других долго не удавалось не то что обыграть, а даже поразить их ворота больше одного раза. В матче третьего тура все получилось. Кживинска и Цибутович сделали результат за пять минут. Спустя месяц Кэп и Анна Диаш также уверенно разобрались дома с Локомотивом. Защитник переправила мяч в ворота с углового. Португалка же воспользовалась ошибкой вратаря гостей и забила в кусты. Это были второй и третий голы железнодорожницам зенитовской истории. Позже девушки продолжат удачную серию с главными конкурентами. ЦСКА пострадает еще дважды, Лока проиграет и выцепит ничью с голом на 90-й минуте. Трижды зенит громил соперников забивая 7 и больше. Рубину не повезло в матче чемпионата, а вот Ростов и Химки свои 7 и 9 получили в кубке. Да и в принципе цифры синие-бело-голубых впечатляют. За 22 матча зенит ни разу не проиграл и даже терял очки очень редко. Такое в последний раз удавалось Локомотиву в сезоне 2020, но красно-зеленые тогда остановились только на втором месте. На сегодняшний день в активе петербурженок 17 побед и 5 ничьих, а также внушительная серия из 8 побед подряд на старте сезона. Забито 47 голов, пропущено всего 5. Ближайшие преследователи вынимали мяч из сетки по 13 и 15 раз соответственно. Анна Диаш с 12 голами крепко села на втором месте в списке бомбардиров. Конечно, до Барселоны девушки пока чуть-чуть не дотянули. Каталонки выиграли все матчи в женской ла-лиге, заработав удивительные 90 очков. Что ж, есть куда стремиться. Путь выбран правильный. Но на каком же контрасте с уверенным сезоном прошел золотой матч в Ростове? Тяжелый и душный, будто большой привет из мужского футбола нулевых. Много борьбы, мало моментов, мяч только и делает, что скачет в воздухе, а в ключевые эпизоды отказывается идти в ворота. Приятного одним словом мало. Первые несколько минут после финального свистка синие-белоголубые даже не радовались. Зато потом пришли в себя. Шампанское, всеобщее ликование футболисток и персонала. Короче, все как принято в последние годы в командах со стрелкой на груди. Из Ростова девушки добирались на поезде. 28 часов это, конечно, непростое испытание, но оно явно стоило эмоциональной встречи, которую ожидала чемпионок на московском вокзале. Будет нас всегда! Номером один! Только Петербург! Только наследит! Ла-ла-ла-ла! Цветы, объятия, кричалки, баннер и очень много памятных фотографий. Женский футбол уже обрел немалое число поклонников. Фанаты отмечают бескомпромиссность стыков, семейную атмосферу на трибунах, умиляются искренности футболисток и их близостью к болельщикам. Если вы пока ни разу не были на матчах женского «Зенита», настоятельно рекомендуем посетить хотя бы один. А лучший вариант для вашего дебюта уже совсем скоро, 4 ноября на «Газпром-арене» пройдет финал женского Кубка России. «Зенит» встретится с ЦСКА. Будет битва за трофей, так что обязательно приходите. Поздравляем девушек с золотыми медалями и ждем еще один кубок 4 ноября. В футболе много базовых вещей, об истории которых мы довольно редко задумываемся. Например, игровые номера. Скажем, сейчас все знают, что под пятеркой в «Зените» играет Вильмар Бариос. А у кого этот номер был 15, 25, 55 лет назад? Да, пожалуй, что такие подробности знают только архивы. Мы решили в них погрузиться и создать новую рубрику, которая называется «Номера», в рамках которой мы будем рассказывать историю того или иного игрового номера в «Зените». И начнем как раз с пятерки. Долгое время отечественные футболисты выходили на поле без номеров. Осенью 1945-го московские «Динамовцы» отправились на серию товарищеских матчей на Британские острова и с удивлением обнаружили, что все их соперники пронумерованы. Со следующего сезона в регламент советского чемпионата внесли пункт о том, что на спинах всех футболистов должны быть цифры. В середине 20-го века более-менее все играли по тактической схеме 3-2-5, также известной как «Дубль-В», и полевые футболисты получали номера согласно своему расположению — по линиям справа налево, где «Двойка» — правый защитник, и далее до номера 11 — его обычно носил левофланговый нападающий. Постоянные номера в чемпионате России появились только в конце 20-го века, а до этого момента любой футболист мог выйти на матч под любым номером. Мы будем кратко рассказывать вам о самых ярких обладателях того или иного номера из 20-го века и более подробно остановимся на тех, кто играл в конце 90-х и в новом тысячелетии. Итак, поехали! Начнем эту рубрику с пятого номера. Исторически сложилось так, что «пятерка» — номер правого центрального полузащитника. Первым же «зенитовцем», вышедшим на официальный матч с этой цифрой на спине, стал в апреле 1946-го 35-летний хавбек Алексей Барышев. Также под «пятеркой» играл легендарный Лазарь Кравец. Это был героический человек. В 17 лет он ушел на фронт, стал полковым разведчиком и кавалером Ордена Славы. Кравец был ранен и демобилизован по инвалидности, однако сумел восстановиться и получил приглашение в «Зенит», в составе которого играл на протяжении 10 сезонов. Еще один обладатель пятого номера — левый защитник Василий Данилов. Он провел за «Зенит» 172 матча и регулярно оказывался в списке 33 лучших футболистов «Союза» по окончании сезона. На английском мундиале 1966-го Данилов был игроком основы и занял вместе со сборной СССР четвертое место. В рейтинге важных «Зенитовских пятерок» обязательно должен присутствовать Юрий Загуменных. В его активе 152 матча или 6 сезонов за сине-бело-голубых. Загуменных был одним из лучших в «Союзе» на позиции левого защитника. В 1975-м Юрий получил тяжелейшую травму позвоночника. Год тренировался отдельно от команды, восстановился, но нового шанса в Ленинграде не получил. В итоге Загуменных продолжил карьеру в Пактакоре и трагически погиб в авиакатастрофе над Днепродзержинском в 1979-м. Еще один легендарный пятый номер — Сергей Веденеев. Он отпахал за «Зенит» 227 матчей. В 80-е Сергей Геннадьевич был одним из самых стабильных игроков сине-бело-голубых. Выступал за Олимпийскую сборную СССР, активнейшим образом участвовал в завоевании долгожданного золота в 84-м и просто влюбил в себя ленинградских болельщиков. Мы подходим к концу 20-го века. Именно в тот момент «Зенит» стал первопроходцем в вопросе перехода к постоянным номерам. В 1999-м большинство футболистов петербургского клуба не меняли цифры на спине по ходу сезона. Однако регламентом данное правило было закреплено только с организацией российской футбольной премьер-лиги в 2002-м. К тому времени пятерка в «Зените» уже твердо закрепилась за Алексеем Игонином, который был выбран капитаном команды. Поначалу Алексей больше играл на позиции центрального защитника, но в 1998-м переместился на место опорника. В сине-бело-голубой футболке Игонин брал бронзовые и серебряные медали чемпионата, завоевывал Кубок России и Кубок Лиги. В его активе 182 матча за «Зенит». Следующим обладателем пятого номера стал первый легионер «Зенита» из дальнего зарубежья — серб Милан Вьештица. Центрального защитника присмотрел Юрий Андреевич Морозов. Поначалу Милан выступал под 17-м номером. В серебряном чемпионате 2003-го Вьештица пропустил всего два тура, оба из-за дисквалификации. Чаще него никто из петербуржцев не выходил на поле в том сезоне. В 2004-м Милан получил футболку с пятеркой, и именно с этим номером он стал участником двух крайне важных событий. В том же 2004-м «Зенит» впервые вышел в групповой этап Еврокубков, а в 2005-м дебютировал в весенней стадии. Всего на счету Вьештица 94 матча за стрелку. Наш следующий герой — корейский защитник Ким Дон Джин. Он перебрался в «Зенит» летом 2006-го, после выступления на чемпионате мира. Первый сезон Ким провел под 15-м номером, а затем сменил его на пятерку. Кореец стал первым из фланговых защитников «Зенита», оформивших дубль в чемпионате страны. Ким отличился в домашней встрече с Томью. Сезон 2007 стал лучшим для защитника. Кроме двух голов Премьер-лиги он дважды забивал в Кубке УЕФА и сделал четыре результативные передачи. В следующих сезонах он стал реже появляться на поле, и в конце 2009-го контракт с ним был расторгнут по взаимному согласию. Еще один игрок обороны, Фернандо Мейера, перешел в «Зенит» в 2009-м, уже будучи очень опытным футболистом. Центральный защитник был чемпионом Германии со Штутгартом и занимал четвертое место на чемпионате мира. Свой первый год в Петербурге Фернандо провел под третьим номером, следующий полтора — под пятым. И эта смена не стала счастливой. С приходом Лучано Спалетти Мейера стал реже попадать в состав и летом 2011-го уехал заканчивать карьеру в Сарагоссу. Возможно, после португальца пятерка получила статус несчастливой, так как целых два сезона номер оставался вакантным. Ее следующим обладателем стал Александр Рязанцев. Он пришел в «Зенит» после яркой карьеры в Рубине и тех самых пирожков. Правда, сначала полузащитник взял тридцать первый номер, и, возможно, не стоило его менять. Однако спустя полгода на футболке Рязанцева возникла более статусная пятерка. Александр редко выходил в старте, а в начале 2016-го получил травму и больше не появлялся в основе, хотя очень помог на финише сезона «Зениту-2». При этом не будем забывать, что Рязанцев в составе «Синий-Белый-Голубых» брал золото, серебро, бронзу, кубок и суперкубок страны. Летом 2017-го в Петербург из Рима перебрался Леандро Паредос и взял себе пятый номер. На поле Лео занимал позицию глубинного плеймейкера, исполнял большую часть стандартных положений, виртуозно раздавал длинные передачи и регулярно лупил издалека. Парадоксально, но два самых запоминающихся гола Паредос забил после сольных проходов в Сан-Себастьяне и в Самаре. 15 результативных передач в 61-м матче тоже очень хороший показатель. В минус два удаления. Выступая за «Зенит», Леандро стал регулярно вызываться в сборную, а в январе 2019-го уехал в ПСЖ готовить почву для другого Лео. Один из самых дорогих трансферов в истории клуба на выход и в целом, скорее, позитивное впечатление о сотрудничестве. Следующим постоянным обладателем пятерки стал Вильмар Бариос, перешедший в «Зенит» из Бока Хуниорс. Сначала он играл под 25-м, а спустя полгода сократил его до одной цифры. Кучу мгновенно вписался в игру команды и стал одним из лучших игроков чемпионата России. Четырехкратный чемпион, обладатель Кубка и дважды Супер Кубка страны. У Бариоса более 50 матчей за сборную Колумбии, а еще он бронзовый призер Кубка Америки. Прошлой осенью самый неуступчивый игрок в России продлил контракт с «Зенитом». Так что, похоже, пятерка занята до лета 2026 года. Если вам понравилась эта рубрика, пишите в комментариях, о каком игровом номере рассказать в следующий раз. Сколько вы знаете футболистов, которые нашли родную команду в возрасте, когда уже пора бы задуматься о последнем профессиональном контракте? А многие ли из них тащили эту самую команду к важнейшим трофеям в истории? На ум приходят Эдвин Вандерсар, Джеймс Миллер, ну и, конечно же, Константин Зырянов. После 15 лет в клубе легенда уходит в свободное плавание. И это ли не повод вспомнить, как Константин Георгиевич завоевывал сердца миллионов болельщиков сине-бело-голубых? Зырянов выиграл с «Зенитом» все возможные титулы. Выступал как игрок, как играющий тренер и как просто тренер. Полузащитник собрал 286 матчей за главную команду. Забил в них 39 мячей и отдал 45 голевых передач. Еще 88 выходов в составе дубля. Статистика 10 плюс 4. Наконец, 4 сезона Константин Георгиевич возглавлял молодежку. Теперь, после 15 лет в системе сине-бело-голубых, Зырянов уходит тренировать самостоятельно, на взрослом уровне. Это футболист с непростым путем и удивительной карьерой. Так что давайте вспомним ее главный – петербургский этап. Страшно представить, но в 29 лет этот парень, да какой там парень, мужчина, переезжает из торпеда на тот момент команды первого дивизиона в амбициозный «Зенит» с мощной конкуренцией в средней линии. Вера в успешность трансфера практически нулевая. Казалось, что Зырянов будет в лучшем случае игроком ротации. При «Дике адвокате» это означает что-то вроде «ты вообще не будешь появляться на поле». Но Константин забивает в первом же своем матче в чемпионате – Ростову. Потом еще и еще – Лучу, Амкару, Динамо. Совсем скоро полузащитник превращается в одного из ключевых футболистов золотой команды «Маленького генерала». Вместе они выигрывают долгожданное чемпионство 2007 года. Зырянов тогда сделал роскошный 13 плюс 14 и был признан лучшим игроком сезона в России. Полгода спустя чемпионы берут, должно быть, самые ценные зенитовские трофеи. В домашнем полуфинале Кубка УЕФА Константин вонзил один из четырех голов ворота Оливера Кана. В финале на последних секундах красиво отгрузил «Рейнджерс» второй мяч, чем развеял все сомнения насчет победы петербуржцев. В суперкубке с Тимущуком и Денисовым остановил грозный Манчестер Юнайтед сэра Алекса. Сейчас это кажется фантастикой, чем-то странным и сказочным. Игрок из вылетевшей команды сначала хоронит чемпионы Шотландии, а потом возит скол за Ируни. После ухода Дика Зырянов идеально прилаживается к сложным механизмам Лучано Спалетти. Под руководством итальянца «Зенит» показывал, наверное, лучший и самый доминантный футбол в своей истории. Неотъемлемая его часть — интеллект Константина. Полузащитник великолепно понимал, куда нужно открываться, куда отдавать, куда сместиться, чтобы освободить коридор для пасов. А ведь привычный фит карьеры, думалось, уже давно пройден. За четыре года к золоту 2007-го добавились еще два чемпионских кубка, два суперкубка и один Кубок России. Из «Зенита» Зырянов впервые приглашается в сборную. Хидинг увидел его основным на матче квалификации и Евро-2008. Ответом на доверие стала качественная игра и победный гол ворота Греции, что характерно с передачи Сергея Симака. Россия с шестью очками уверенно вышла из группы. Впереди под эмоции Георгия Черданцева ждали голландцы и бронзовые медали. В 2014-м руководство предложило Зырянову завершить карьеру. Константин Георгиевич с футболом заканчивать наотрез отказался. Он решил принять новый вызов и стал играющим тренером в «Зените-2». Так легендарный полузащитник несколько лет пылил в низших дивизионах, пока в 2018-м не возглавил «Зенит-М». Под его руководством молодежная команда показывала очень симпатичную игру. Брала бронзу М-лиги, громила сверстников из «Динамо» и побеждала молодежные «Леон», «Мальмю», «Спартак». А как иначе? Сильнее досталось ребятам из училища Олимпийского резерва номер 5. «Сатурна», если проще. В матче прошлого сезона синие-белоголубые насыпали егоревским пацанам 11 мячей. Пропустили всего один. Голы летели, начиная с 12-й минуты. Зенитовцы остановились лишь в добавленное время. Раньше по молодым с подобным счетом, разумеется, не побеждал никто. Так что с тех пор на Константине Георгиевиче висит еще и этот рекорд. Зырянов, безусловно, культовая фигура для Петербурга и для российского футбола в целом. Да, он поздно раскрылся, но без него невозможно представить себе полузащиту «Зенита» и сборной в конце нулевых и в начале десятых. Благодаря невероятному характеру и трудолюбию он достиг исторического максимума с клубом и с национальной командой. Но самое главное, все это время Зырянов был искренне предан Петербургу и футболу, что не раз доказывал дело и что всегда ценили фанаты. Желаем Константину Георгиевичу удачи в Новороссийске и с нетерпением ждем в гости. Друзья, пожалуй, это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. С вас лайки, если вам понравился этот выпуск, подписка, чтобы не пропустить новые видео на канале, а также в комментариях можете написать историю, какого игрового номера нам рассказать в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго и побольше вам хороших новостей. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok